Проблему с эвакуацией возможно и решат, но сколько пострадавшим придется ждать компенсации за разрушенное жилье? К примеру, переселенцы с Донбасса до сих пор ожидают от властей выплат. А в зоне АТО сегодня трое украинских военных получили ранения. В Луганской области боевики подорвали мост в районе села Золотое. Это единственный путь из оккупированной части региона на подконтрольную Украине территорию. Тем не менее, наши бойцы успевают не только обороняться, но и проводить учения. Подробнее Ирина Баглай. Мина осколочно-фугасная. Заряд дальнобойный. Прицел 54. Миномет. Пострел. Всего 4 минуты, чтобы засечь противника, прицелиться и ликвидировать. Стрельба из миномета 82-мм калибра до условного врага 800 метров. Орудия бьют прямой наводкой. Боевой командир артиллеристов признается с 14-го года в зоне АТО к счастью. Такой огонь вести не приходилось. Но учитывая ситуацию на фронте, десантникам нужно быть готовыми ко всему. Каждый посредь, скажем так, на вагу, на вагу життя, можно сказать. Никакой паники, ничего там зайвого. Чистить свою работу, выполнить то, чему он научился. Тут або ты, або тебе. То есть тут других вариантов нема. Опыт трех лет на фронте уже доказал залог успешности выполнения задачи минометчиками – поразить и сохранить жизнь. Это навыки пехотинцев. Миномет будет вкопан. И второе – это маскувание миномета. То есть противник, когда высуивается, он визуально не видит, откуда будет вести стрельба. Вот поворотный механизм. Нежный. Василек же. Здесь это прицельные приспособления. Это самое важное, что здесь есть. Вот ведется панорама для прямой наводки. А это уже с закрытой огневой позиции. Вот угломеры. Градусы подъема. Бойцы с уважением относятся к своим орудиям. Номет уже побывал в боевых. Видите, он у нас. С осколками? Да, с ранениями. Главное – это сосредоточенность. Быстро все делать слаженно. Коллективные действия очень важны. Позиционная война внесла свои коррективы в подготовку штурмовиков-десантников. Даже на так называемом отдыхе. Военнослужащие 81-й аромобильной бригады остаются в зоне АТО. И следят за тактикой врага. Все навыки черпаются в бою. Мы следим за ситуацией на фронте. Вот, конечно, мы смотрим новости, изучаем стратегию противника, его маневры. Конечно, мы стараемся учитывать в своих занятиях именно вот эти особенности войны. Артиллеристы в полной боевой готовности в случае приказа – вперед! Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности – телеканал Интер.